Здравствуйте! Я хочу поговорить с вами, моими зрителями, а о том, с чего начать, если мы хотим приступить к живописи маслом. Я вот взял, приготовил материалы, с которыми я обычно работаю и рекомендую работать. В данном случае вы видите киски, вы видите мастихины, вы видите сказки. Нам для работы понадобится разбавитель. Практически любой разбавитель, который продается в магазинах для художника, нам подходит. Нам понадобится масло в живописи, и нам понадобится влаг для живописных работ. Не покрывной, а именно влаг для живописных работ. В данном случае, например, домарный. Масло в данном случае, масло льна. Кисти. Кисти в магазинах очень много. Очень разных. Но опыт показал, что очень много кистей. Крайне плохих. Крайне плохих. Неудобный ворс. Слишком жесткий, но чаще слишком пластичный, слишком вялый. Длина ворса не всегда подходит. Есть кисти, у которых просто короткий ворс. Есть много кистей, которые едва мы начнем работу. И допустим, тряпку вытираем, чтобы очистить кисть от одного цвета и зачеркнуть другой. Мы просто весь ворс кисти можем получить в тряпку. То есть она просто выпадет из своей железки. Мастихин в магазинах очень много. Самых разных. Самые разные формы. И, в общем-то, некоторым художникам технических пристрастий и эмоциональных может понадобиться мастихин необычной формы. Я предлагаю вам очень обычную форму. Сейчас я покажу, как выглядит эта форма. Вот такой мастихин для крупных скач. И вот такая рыбка, которая очень проворная. Если вы найдете такой мастихин, а все мои ученики просят меня добыть такой мастихин, потому что редко он встречается. И вот эта форма, вы видите ее, она очень удобна и очень маневренна. Вы видите, мастихин прогибается. Особенно вот этот. И это очень удобно. То есть он и пластичен, и юрок, проворбив. А фирма эта называется Роса или Роза Италия. Не знаю как. Если можно это ближе показать. Вот название фирмы. Фирмы понадобятся. ХВ-шны. Самые дешевые тряпки в магазине. Нас устроят. Вот такой отрезок ткани в руке. Должен находиться, ну, кто правша, в левой руке. А все остальное в правой. Кисти. Значит, если вы столкнетесь вот с кистями этой фирмы, рекомендую купить. Колос. Тут написано Колос Минк. Бывает вот с таким закруглением. Разрубление очень удобно. При работе штриховательно. Бывает вот такой лопатой. Это удобно для того, чтобы класть мазок. Такой, как бы, геометрический мазок. Часто вы видели живопись, созданную из крупных прямоугольных мазков. Ну, к тому же, вот этой плоскостью удобно работать, допустим, если нам нужна ровная линия, удобно проводить ею. Той же лопаточкой, что мы только что держали, та же лопаточкой, она может работать и как плоская, и как широкий мазочек, и как тоненькая, рисовательная, если нам нужны какие-то веточки, деревья или что-то подобное. Мало того, вот эта кисточка еще чем хороша, что когда она сотрется, именно даже сознательно ее сотрет, то получится некий карандашик. В коллекции кисти тоже должен быть такой карандашик. Он имеет хорошие рисовательные возможности. То есть, вот, небольшое количество краски в кисти, просто недомытая кисть, и посмотрите, можно наносить бледно и очень удобно наносить рисунок. Буквально, как карандашок, ворса может быть еще меньше, и будет более жесткое прикосновение, и тоже выгодная. Значит, еще раз, кисти вот этой фирмы рекомендую, они очень выносливые, у них очень хорошая, очень хорошая жесткость, удобная для работы, и, ну, и достаточно хорошо сидят вот в этой железке. Что они делают многие кисти. И сразу я предлагаю ограничиться пятью цветами. То есть, начать свою творческую деятельность со скупой палитры. Не набирать всю разноцветицу, которая представлена в магазинах, а взять скупую палитру. Взять пять цветов. Мастер-класс. Вечерские краски фирмы Мастер-класс. Обязательно их, потому что все остальные ненадежные. Ненадежные по количеству, по интенсивности цвета. В смесях, когда мы смешиваем их с другими красками, есть краски, которые, допустим, тот же желтый, мы смешаем с голубым, чтобы получить зеленый, но мы либо получим тухлый зеленый, либо он едва вступит в реакцию. То есть, вещества краски задействовано будет много, а желтоты мы от нее не получим. Розовый, например, тоже. Мы можем купить розовый цвет других марок, а их очень много. Мы разберем, чтобы получить красивый розовый, но вместо красивого розового получить грязноватый розовый. По этому, Мастер-класс кадми-желтый, светлый, не средний и не темный. А именно кадми-желтый-светлый. Чуть-чуть краснотое – и он уже кадмий-желтый, средний, еще больше красноты и он уже кадми-желтый, темный. Поэтому кадмий-желтый-светлый. Краблак розовый-прочный. Разные там еще другие круглаки есть. Вот вас интересует краблак розовый-прочный. Голубая, ХЦ. Она достаточно элементарная. Краска эта голубая ФЦ, скажем, ультрамарин или кобальт более благородный. Но для того, чтобы работать с ультрамарином или кобальтом синим, вам нужен немного опыт общения в смесях. А поскольку и тот, и другой имеют много нюансов, в отличие от голубой ФЦ, то лучше начать с голубой ФЦ и знать, что это элементарный цвет, цвет голубого мета. И главное, что он очень интенсивный. Вот те краски, которые я сейчас показываю, они все очень интенсивные. Не вялая голубизна или желтота, или розовизна, а знятная, убедительная краска. И из коричневых, которых тоже море, коричневых вариантов, рекомендую Марс, коричневый, темный, прозрачный. Из берил можно взять, конечно, мастер-класс. И берите обязательно титановый, не берите цинковый. Цинковый для опытного – хорошее дело. Для работы, скажем, для клинических задач цинковые – хорошее берило. Для вас нужны берила титановые, которые в себе имеют много белого вещества. С цинковыми берилами можете не понять, почему они не берут. Вы вроде кладете краску, а разбила не хватает. Вот в этих красках разбила хватает. Но берилы рекомендую фирму «Гамма». Московский берил, фирму «Гамма». Из титановых берил – самый лучший. Значит, у нас с вами пять цветов красок. И обязательно большой ассортимент кистей. В своей работе вы должны постоянно линять инструмент. То есть, если вы задержали в руке один инструмент какой-то, значит, что-то не так. Вы все равно должны менять инструмент. Ну, кроме мастихина. Потому что работа мастихином предполагает даже и полную версию, когда мы всю картину сделали только мастихином. Баночку для разборителей заливаем разборителем, получаем, ну, там, не знаю, какую часть разборителя налить сюда. Разборитель нужен, чтобы разборгать густоту краской. Иногда нужно совсем жидко. Ну, и, по-моему, где-то кисть и прочее. В нашем инструментарии еще есть палитра. Вы видите, вот такая грязная плоскость. Но, скорее, не грязь, а такая грязь ца. Прямо на холсте. Есть деревянные палитры. Но с них, с деревянной палитры, очень неудобно подхватывать краску. Краска, холст прогибается, деревянная нет. И поэтому по-деревянному он соскальзывает, не дает зачерпнуть краску, если нам нужно зачерпнуть. Поэтому рекомендую холст превратить вот в это. Просто многоцветие растереть тряпкой. Выдавить несколько цветов, ну, вот три основных. Синий, желтый, розовый, ну, плюс берила, допустим. Выдавить, растереть тряпкой, дать высохнуть. И потом пользоваться вот такой палитрой. Это удобнее, чем деревянная палитра. Хотя деревянная палитра красивая, со всякими дырочками, с удобствами для такого держания. Но, в принципе, удобно и так работает. Ну, в данном случае у меня палитра всегда стоит передо мной. То есть под холстом. Обычно рабочее место выглядит вот так. Здесь выдавлены пласки, здесь происходит поиск, здесь чистая плода. Холст. Холст лучше взять, вот если вам камера прохажет, в средней зернистости. В пользу мелкозернистости. Ну, не совсем мелкое зерно, на нем вам тоже будет немножко трудновато работать, как по некой клеенке. Мелкое зерно больше годится для разжиженного письма, для письма разжиженной краски. А для обычного письма лучше средней зернистости холст. Не покупайте вообще холст крупной зернистости. Это для опытных мастеров, которые знают, чего они хотят от крупного зерна. Вас интересует среднее зерно в пользу мелкого зерна. Но и мелкое зерно. Не решайтесь работать на мелких форматах. Вы мало что почувствуете. На мелком формате кисти руки негде размахнуться. То есть у вас начнутся проблемы просто физического характера. Здесь вы свободно работаете, вам не надо умельчить. В формате миниатюры вы проиграете сразу. Для миниатюры нужно иметь очень хороший рисунок. Рисунок в руке. То есть чтобы ваш опыт рисовальщика был высоким. Для большого холста опыта рисовальщика, то есть унижается проблема с опытом рисовальщика. Если вы, допустим, пишете портрет, допустим, вы взялись аж сапортретом. То лицо на формате должно стремиться к натуральной величине. Для того, чтобы у вас был процесс естественности. Вы привыкли человеку воспринимать вот такого размера. И не пытайтесь его сильно уменьшать. Лучше пишите в натуральную величину. Классика портрета. Это, конечно, и миниатюра. Но это для очень опытных. Но для всех это 2 трети от натуральной величины. То есть если вы способны уменьшить до 2 трети от натуральной величины, это нормально для портрета. Ну а для лейзажа, понятно, любой формат подходит. Но опять же, удобнее работать на кругу. Многие задают вопрос, как научиться смешивать краску. Очень, это очень просто. Им кажется, что это очень сложно. Значит, если вы выбрали для себя скупую палитру из 5 цветов, то для вас вы должны прям привыкнуть к этим цветам. Просто выручить, на что они способны. Допустим, у вас на палитре красный, Желтый. Вы видите, я выдавливаю не цицечку, как некоторые делают, а выдавливаю достаточно краски. Полубенький. Коричневый. Значит, вот мы выдавили краски на палитру. Значит, еще раз, не выдавливайте слишком мало. Не пытайтесь сэкономить. Хуже будет. Значит, допустим, я макнул кисть в рождовики. Допустим, я сделал первый садец. Что-то просто белило. Поскольку в 17-м белило практически везде употребено. То есть, вот мы так видим красноту, а так видим розовизну. Вот так видим оранжевизну. Вот так видим коричневый. То есть, редко мы используем коричневый в чистом виде, розовый в чистом виде, желтый в чистом виде. Как правило, мы разбеливаем и делаем замесу. Мы с вами еще из школьных времен знаем, что, допустим, смешав голубой, вот вы видите цвет неба, с желтым, мы получили зеленый. Вариантов может быть очень много. То в пользу желтого, то в пользу синего, то в пользу белил. И еще, и еще варианты. Вы можете дома создать себе некие карты, карты цвета. Допустим, вот эти три цвета участвуют в зелени и дают разные оттенки. Вы можете сделать эту карту, чтобы увидеть, какие оттенки дает. Вот, допустим, плюс коричневый. Синий с коричневым. И мы имеем темноту, удобную для глубокой зелени. То есть, зелени внутри куста, а уже снаружи куста освещенные более желтенькие или размеренные. То есть, внутри куста, например. То есть, мы с вами создали карту. Это может быть карта только этих цветов. То есть, как бы зеленых оттенков. Это может быть карта оранжевых оттенков. Опять же, плюс коричневый. Это может быть карта разбелов. Что мы имеем, когда разберили розовый? Что мы имеем, когда разберили желтый, голубой, коричневый? Можно сделать карту и тех цветов, которые вы встречаете в магазине, которые я не рекомендую вначале использовать. То есть, допустим, вот какая-нибудь небесно-голубая, красивая краска. Она может быть в чистом виде уложена в образовый. И вот мы видим ее разбил. Есть, например, ультрамарин. Есть, например, бирюзовая. Итак, самое интересное для нас, что они из себя представляют в разбере. Вы видите, это явно голубой, а это синий. Но я не рекомендую вам начинать свою творческую активность с ультрамарином. И с кого-то тоже. Вот этот цвет голубой МХЦ. Он очень хорош для зеленых. Просто идеально хорош для зеленых. Очень неплох в смеси с розовым. То есть, допустим, нам нужен фиолетовый. Опять же, можно создать карту фиолетовых. Можно купить готовый фиолетовый. Но нам нужно научиться смешивать вот этот, а потом уже покупать готовый цвет. Итак, готовый чистый цвет нужен, особенно тогда, когда нужно поджечь то, что мы уже набрали слегка с легкой грязцой. То есть, как бы, не вполне чистый цвет, а сжечь чистым цветом. В этом смысле вы можете иметь набор красивых цветиков. Вот, например, красивый цветик бирюзовый. Есть варианты розового. Вот, бирюзовый с желтым, да и еще более нарядную зелень, чем голубая ФЦ. Вот, и разбилы, и прочее, прочее. То есть, создайте себе карты, чтобы чуть что, не по литру грязнить. И не знать, что же я хочу. Где же этот цвет, который я ищу. А чтобы у вас на карте уже они были. И вы знаете, а, вот это я смешал вот с этим. Получаю, вот-вот-вот-вот-вот, мне нужен вот этот разбил. Получил разбил, положил, да. На холст. Ну, я думаю, что вот это вот очень важная для вас история. То есть, у вас может быть несколько карт. И пять, и шесть. И вы просто подходите и исследуете, какой цвет вам нужен. И уже на своей палитре. Тот же палитру вы очень быстро можете превратить в грязную лужу, с которой трудно будет работать. Допустим, у вас уже палитра превратилась в грязную лужу. Допустим, это все одна сплошная лужа. И вам уже толком негде поместиться, чтобы набрать чистый цвет какой-нибудь. Допустим, вам нужно немножко порисовать разбилом желтого, а вам уже негде его, вот уже грязь какая-то получается. То, если вся палитра уже испачкана, вы просто расчищаете себе площадку для чистых замесов. Можете краску сдать, например, на бельфину палитры. Какой-нибудь грязной лужи, которая у вас в личном есть, в пакетиках. Затереть территорию. И приготовить эту территорию для чистых замесов. Ну, так примерно можно работать с палитрой. Я хочу прокомментировать еще понятие мольберта. Некоторые покупают очень дорогой навороченный мольберт, очень дорогой навороченный этюдник, то есть тот, который ящичек, который мы берем на пленэр, на работу с натурой. Вот. Или, допустим, дорогую махину мольберта для дома. Мало того, что она неудобна, она занимает очень много места. Но многие мольберты так сложны, что с ними просто трудно работать. Не хочется каждый раз приступать к работе, от того, что тебе предстоит столько процедур. Поэтому купите элементарную треногу, которую можно поставить на стол, на пол, которая легко видоизменяется, наклоняется, делает вообще все, что угодно. Вот то, что вас интересует, должно им рисовать. Элементарные. Я еще не прокомментировал присутствие вот этой кисти в нашем ассортименте. То есть тоненькие, с острым концом. Во-первых, я хочу сказать, не увлекайтесь работой такой кисти. В рисовательных возможностях вы сильно будете проигрывать с художником, работой очень давно. Поэтому только в случае, если вы хотите дать какое-то уточнение, пользуйтесь такой кистью. А просто увлекаться ею. Вот я напишу маленькой кисточкой все. Ну, просто испортите картину. У новичка это не инструмент новичка. Хотя иметь его надо для каких-то деликатных ключей. То есть, когда пользуемся такой кистью, вот такой советичек. Допустим, обычно этой кистью пользуемся разжижив краску. Вот мы разжижили, вот у нас уже есть, что взять с палитры. Мы взяли. И у нас очень, может даже ком быть на кисти. Прямо ком краски. Поэтому прежде чем воспользоваться ею, вы, сделав замес, заострили ее снова. И взяли на кончик красочку. И тогда положили тоненькую линию. Очень важный момент. Заострили. Взяли на кончик благородное количество краски. И воспользовались. Уборка палитры и рабочего места. Ну, я вам посоветую только, как разобраться с палитрой. Чтобы вы уже все остальное и сами знаете. Значит, если вы завтра собираетесь работать, краска еще будет сырой. И вы можете саму краску не убирать. А очистить только тем лицам, которые занимают рабочую часть. То есть, завтра и послезавтра вы еще пользуетесь этими красками. Они, конечно, уже становятся немножко вязкими. Но, тем не менее, они еще готовы к работе. Когда вы убирали краску, вы затерли палитру, чтобы, когда вы завтра приступите, она была сухой. И вот эти вот красочки, которые вы намешали, не потались у вас под кистью. Чтобы ваши замесы были чистыми, такими, как вы хотите. Мы вначале говорили о фееричне необходимых разбавителей. В первом сеансе используйте только разбавитель. Редко. И вы не знаете, для каких моментов вам понадобится смесь троих. Значит, в первом сеансе пусть у вас будет только разбавитель. Либо по рекомендации какой-то. Если вы смотрите, допустим, видеоуроки, там я рекомендую использовать плюс масло, то используйте и масло. Если использовать и лак, то и лак. А вот второй сеанс вы смешиваете в баночку. Допустим, одну часть разбавителя, одну часть лака, одну часть масла. Масло понадобится для того, чтобы, когда разбавитель испарился или впитался в холст, сохранилась скользкость письма. Чтобы краска не стала в холст. И не стала терпкой. Это нам нужно масло. Если нам нужно эту терпкость преодолеть. Если нам нужно предостеречься от слишком увлажненности маслом, то мы подливаем еще и лак. Лак, во-первых, это речь идет о втором сеансе. Лак, во-первых, дает сразу картине грянец. Во втором сеансе, то есть вы жухлые места уже преодолели. Жухлые, вы потом увидите, что это такое. Это жухлые места, особенно, видны после второго сеанса. Лак не дает своей терпкости, не дает маслу огонь на разжижать все, а еще и течь. Значит, второй сеанс у вас может быть одна часть разбавителя, одна часть масла и одна часть лака. Я обычно для себя использую две части разбавителя, одна часть лака и одна часть масла. То есть, в такой, примерно, пропорции. Пропорцию дальше уже человек для себя определяет сам по ощущениям, которые у него рождаются. Так, наверное, пока все. Субтитры создавал DimaTorzok